Черное море, величие Кавказских гор, прекрасная природа и мягкий климат. Именно за это туристы так любят Гагру. Достопримечательности старинного городка это не только многолюдные пляжи и рестораны, но и масса интересных мест. После знакомства с ними остаются самые приятные впечатления и желание посмотреть на великолепие Гагры еще раз. С советских времен сюда приезжает огромное количество семей с целью отдохнуть на берегу Ласкового моря. Однако в этом году пандемия коронавируса внесла коррективы в туристический сезон. Уходящий год, он был ознаменован большими сложностями, ну как и сложности, так было и много позитивных, положительных моментов. Сегодняшняя команда, она уже восьмой месяц как приступила к выполнению своих обязательств. Все мы прекрасно помним тот период, когда перед летним сезоном была закрыта государственная граница. Все прекрасно понимаем, какими проблемами сопровождалась вся эта процедура, так скажем. Большие надежды были на летний курортный сезон, который должен был вообще сам по себе быть полноценным. Было принято решение об открытии границы и помним, как молниеносно рынулся поток отдыхающих и туристов. Спустя несколько дней после открытия границы гагрские пляжи понемногу начали заполняться. Основная туристическая инфраструктура сосредоточена не в старой Гагре, а в новой. Выбор есть. От современных отелей с приличным сервисом, анимацией, шведским столом, закрытой территории с бассейном до недорогих заведений с более скромным набором услуг. Сразу увеличились поступаемые налоги, сборы, за счет чего получилось перекрыть многие дыры, которые образовались за тот период, пока граница была закрыта. Ну, после уже летнего курортного сезона мы помним, как возникла большая вспышка, эпидемиологическая ситуация, она принесла нам много хлопот и проблем. Но, несмотря на все это, было принято решение в связи с увеличением количества заболевающих в Гагрском районе, в Гагрской ЦРБ, было принято решение открыть стационар под ковид-заболевшим. Как известно, первый случай заболевания коронавирусом в Абхазии был выявлен в Гагре в апреле текущего года. А уже в октябре, в связи с ухудшением эпидситуации, Гагрская районная больница на базе инфекционного отделения развернула 18 коек для лечения коронавирусных больных. А в ноябре главой администрации района Юрием Хагуш было предложено и на базе детского отделения развернуть еще 35 коек. Нужно отметить, что перед так называемым зонированием на чистую и грязную зону в отделениях был сделан ремонт в течение двух недель за счет средств районной администрации. Что касается больницы, проблемы имеются. И на сегодняшний день у нас большие проблемы с оборудованием. Элементарно все пришло уже в негодность. И сегодня администрация со своими силами уже приобретает анализаторы биохимические, образно говоря. У нас в планах есть открыть молекулярную лабораторию для ковид-заболевших, которая принесет не только Гагрскому району, но и все республики большую помощь нам окажет. Мы приобретаем сейчас дефибрилляторы, кардиографы, образно говоря, элементарные вещи, которые больница без них жить и существовать не может. Возвращаясь к туристическому сезону, заместитель главы администрации Гагрского района Алхаз Барцец добавил, что в зимний период дожидается поток туристов. Около 90% заполняемости прогнозируется в объектах санаторно-курортного комплекса. Районная администрация тщательно прослеживает систему бронирования. Мы ожидаем вместе с санаториями и по частному сектору до 3000 человек, которые приедут в Гагрский район для того, чтобы отметить праздник, Новый год. Видим сегодня, какая у нас погода яркая. Это все задает определенный тон для настроения. И многие, приехавшие к нам, уже с кем довелось нам пообщаться, они отмечают и выделяют тот момент, что несмотря на то, что сегодня в России такие температуры, уже там до минус 30-40 доходит в некоторых местах, они сегодня приезжают и чуть ли не в маечках, ходят по нашему городу. В центре города уже стоит главный символ Нового года – зеленая красавица. Возле нее установили большие светящиеся цифры 20-21. Особенно по вечерам здесь царит атмосфера праздника. Много людей, работают аниматоры, развлекая детей. Было нами запланировано мероприятие на Новый год. Это концертная программа насыщенная со всеми вытекающими. То есть это елка, украшение местности, именно территории Гагрского района. Но руководством была поставлена задача и запрет на проведение культурно-массовых мероприятий, как в закрытых, так и на открытой местности. И уже пришлось подстраиваться под все это. И мы решили сделать елку, украсить часть памятника в Гаграх настолько, насколько это было возможно для нас. Я имею в виду по финансовым нашим возможностям. Детишкам праздник в любом случае нужно организовать. Будет небольшая программа с аниматорами, плюс будет играть музыка. Детишкам будут раздаваться Дед Морозом и Снегурочкой подарочки. Вот в таком ключе пройдет наше новогоднее мероприятие. В течение восьми месяцев каждое утро в администрацию города приходят горожане с различными проблемами. За этот период гуманитарная и медицинская помощь за счет бюджета города была оказана более 400 семьям. Это пожилая категория людей. Это семьи с больными детьми. У некоторых нет возможности на приобретение дорогостоящих медикаментов. У некоторых семей, к сожалению, есть проблемы элементарно даже с питанием, на что у нас создана и горячая линия. У нас есть отдельный специалист, который к этому привязан. Он принимает всю информацию. Мы помогаем продуктами, мы помогаем медикаментами. Ни один, обратившийся в Гагрускую администрацию, не остается без должного внимания. На тот период, когда были совсем сложные, то есть, я имею в виду, когда была закрыта граница, и только, когда только она открылась, у нас, слава богу, в Гагруском районе немало тех людей, которые сами изъявили желание, то есть, они помогали гуманитарной помощью. Прямо в форуме завозилась и мука, и яйца, консервная продукция, там тушенка и тому подобное. Это все было порционно разделено и развозилось волонтерами прям по адресам, по Гагрускому району. У нас есть свои определенные лимиты на то, чтобы мы могли, администрация могла из своего бюджета, выказывать финансовую помощь жителям, которые к нам обращаются. Эти лимиты на 20-е годы они уже были исчерпаны. Решением районного собрания некоторые статьи были переведены на то, чтобы мы еще могли дополнительные лимиты выдать. Но на 21-й год, как только появятся новые лимиты, мы опять возобновим выдачу финансовой помощи. Что касается продуктов и медикаментов, в принципе, этот процесс не останавливается и по сей день. Заместитель главы администрации Гагрского района Алхаз Борцец также рассказал, с какими трудностями они столкнулись в начале работы. По всем организациям были большие задолженности. У нас по фондам были большие задолженности, то есть пенсионный фонд, страхование медицинское, страхование и тому подобное. Эти все фонды они выставляли на инкассы счета, блокировали. Почему? Потому что там образовывались, уже были образованы большие суммы задолженности. И несмотря на все это, мы находили с ними диалог, создавались графики погашения данных задолженностей. Большая часть из этих задолженностей уже погашена. Я думаю, сейчас предстоят тяжелые месяца, как мы знаем, зимний период. Будем испытывать финансовые сложности в любом случае. Но если даст Всевышний, будет полноценный летний коровный сезон, мы во многом выровняемся, во многом закроем все эти задолженности. И наша организация, я думаю, уже заработает полноценным образом. Гагровский бюджет годовой, закладываемый по сборам, это около 425 миллионов. Допустим, в 2019 году это было оставание около 111 миллионов. В этом году, если взять, опять-таки отталкиваемся от того периода, как открылась граница, как пошли поступления налоговые, по месяцам, там август месяц, сентябрь месяц, по аналогичным периодам прошлого года, планы перевыполнились по сборам налогов. То есть, это уже хорошие показатели. В Гагре уже не один год проблемы с водопроводом и канализационной системой. Проекты по ликвидации этих проблем были вложены в инвест-программу. Однако, ряд проблем не позволили им осуществиться в этом году. Работы в этом направлении будут продолжены. Канализационная наша система, она уже настолько ветхая, что дает течь, и все это выходит в море. В летний период при теплой температуре бактерии плодятся с молниеносной скоростью. Это все сулит нам большие проблемы. То есть, человек, который получил кишечно-ротовое заражение и потом попадает в больницу. В больнице с медикаментами обычно тоже в этом плане кое-какие проблемы мы испытываем. То есть, это все комплекс взаимосвязанных таких вот проблем, которые надо решать поступательно. И если какая-то из этих проблем выпадает, то она отражается на другой отрасли тоже. Поэтому все, к этому надо подходить комплексно. Ну, надо работать не покладая рук. Я думаю, энергия у нас есть, желание у нас есть. Наше население нас понимает, поддерживает. Все вместе сообщаем и должны прийти к поставленным целям. Алхаз Борцец поделился планами на 2021 год. Что касается планов на будущее, у нас получается как инвест-программа. Прошлого года, мы как мы знаем, да, была достроена новая абхазская школа. Она уже была введена в эксплуатацию. Буквально вчера, сегодня закончилась реконструкция павильона. Это в районе Принца-Альденбургского. Колоннада наша. Это визитная карточка вообще нашего города, нашей страны. Там заработал новый фонтан. Все это было заменено на новый, как говорится, и плиткой положили новый и тому подобное. Вот. Сам парк, он будет, наверное, закончен в 2021 году. По инвест-программе также будут включены на предстоящий нам год новые объекты. Эти объекты обсуждаются как руководством района, так и руководством страны. Планы какие? Планы у нас облагородить наш район. Все прекрасно знаем, какое тяжелое время пришлось всем приступить к работе. Большие проблемы в хозяйстве города. Это комбинат по благоустройству. Большие проблемы с техникой, большие проблемы с работниками. По этим организациям образовались большие задолженности перед бюджетниками, перед выплатами зарплат. Эти пробелы восполняются. Большую часть долгов сегодня уже получается закрыть, перекрыть перед теми организациями, которые должны были это все сделать. И самая главная наша задача, то есть перед предстоящим летним курортным сезоном войти в него более подготовленным. Мы хотим приобрести определенное количество техники мусороуборочной. Также проводится переструктуризация самих организаций подведомственных нам. То есть наше организация, как городское хозяйство, оно внутри себя сосредоточило определенные направления в виде мупов и тому подобное. Эти мупы будут уже переорганизованы, будет новая схема создана, которая, я думаю, будет более эффектно нам помогать в том, чтобы мы содержали город на лежащей чистоте. В наступающем году в целях поддержки малого и среднего бизнеса администрация окажет финансовую помощь местным предпринимателям, у которых есть цеха по производству плитки, блоков и других строительных материалов. С ними уже проведена беседа и в скором времени будет выработана определенная концепция совместной работы. То есть мы пойдем другую навстречу, мы им поможем где-то с финансовой стороны закупить определенные матрицы, выработать какую-то концепцию. У нас в городе много проблем с тротуарами, с пешеходной частью. Это все тоже будет заложено уже на 21 год. Будем в этом направлении тесно работать. Мы хотим большую часть, проблемную часть, которая у нас в городе есть, покрыть новой плиткой. Эта задача стоит. Будем изыскивать и находить средства на это. То есть в любом случае двигаться надо. Будем работать над этим. Гагра – второй по численности город Абхазии после столицы и самый популярный курорт страны. В выходящем году здесь сделано немало, чтобы решить острые проблемы населения. А самое важное – не только руководство района, но и жители города принимают активное участие в повышении уровня жизни в Гагре. Хотелось бы поздравить с наступающим праздником весь народ Абхазии, многоациональный народ. Гагрский район отдельно. Почему? Потому что мы здесь вплотную, в тесную, как бы говорится, все взаимосвязаны. Знаем все чаяния, все трудности и проблемы, которые есть в районе. Желаем всем нам вместе, не покладая рук, работать в предстоящем году. Год БК – это сильный год, это мощный год. Надо проявить энергию дополнительную, надо всем вместе поставить определенные задачи и работать над тем, чтобы решить их. Детишкам нашим желаю крепкого здоровья, старшему поколению желаю крепкого здоровья. Это сегодня самое, что ни на есть актуально. Почему? Потому что мы знаем эпидемиологическую ситуацию, которая развивается в республике. Также, пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к жителям Гагрского района. Мы уже провели небольшую работу в этом направлении, то есть лично сами принимали участие в том, чтобы обойти все банкетные залы, рестораны. С некоторых даже брали расписку и давали предписание на запрет о проведении культурно-массовых мероприятий, то есть в большом количестве береженного. Бог бережет, как говорится, поэтому сами себя должны поберечь для того, чтобы сохранить и старших своих, и своих младших, кто должны еще дальше работать вместе с нами и ставить на ногу и район, и республику. Сария Кварацхеля, Инала Гухава, Абхазское телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова